всем добрый день добрый день и с вербным воскресеньем сегодня вербное воскресенье уже в группе поздравили открыточки прослали с вербным воскресеньем всем огромное спасибо сейчас покажу сейчас расскажу что за посылку что у меня с посылкой вам покажу что у меня на завтрак сегодня у меня завтрак поздний время сколько у нас время 10 24 так что у меня на завтрак приготовила сутрица вчера сварила свеклу сегодня ее заправила салат свекольный с яйцом и майонезом соль перец без чеснока приготовила потому что сегодня идем чеснок не стала добавлять тут у меня картофельная пюрешка картошкой намучилась просто картошка это уши вся черная внутри в литве покупали и соленые огурчики и всем приятного аппетита и хорошего воскресенья салат очень вкусный я в этот салат добавляю тертое вареное яйцо и он получается намного вкуснее вчера в этой аку возвращались сошли огурчики купили малосольные но они уже мягкие пришел сейчас я остановлю стас пришел ходил в адеку купил минеральную воду сегодня только это у нас работает сейчас вам покажу что у меня с посылкой в общем посылка так и не пришла почтовом ящике на моем почтовом ящике нет уведомления что ее кому-то оставили приложение смотрела уже и магазин и бэй мне прислал оценить качество посылки якобы она уже доставленная ко мне я заварю я хренею завтра в понедельник обязательно на почту скажу посмотрю куда они ее дели салат бесподобный настоялся час постоял в холодильнике вкуснятина такой легкий завтрак в чарата хорошо погуляли людей конечно много было вот не люблю субботу воскресенье гулять где-то в таких местах потому что народу спокойно вот так не расслабишься не погуляешь как вот будний день если я всегда любила когда у меня выходные были будний день потому что будний день во первых и дела можно сделать и пойти спокойно погулять где-то пропустить квартира настолько маленькая что пройти нефти ужас сегодня к стасу приезжает его лечащий врач пойдем навстречу 3 часа у нас 3 часа планировано огурца сильно мягкие как по мне нет такой хрустящей хотела вам показать по поводу посылки вот можете посмотреть с этой стороны покажу вот посылка доставлена это я скриншот съела лишнее замазала чтобы персональных данных не видели посылка доставлено галочка стоит на эбэе мне тоже прислали что посылка уже у вас я не знаю куда она делась мы не получали то что я ее оплатила я ее уже оплатила но физически ее нет я а не попросила позвонить нам их не номер там есть номер указом там ей ответили что надо идти в отделение и узнавать куда посылка делась я же говорю расстроена в таких расстроенных чувствах плюс еще говорят что вообще бывает такое что посылки пробадают вот у нас если посылку заказываешь у нас любая доставка почта любая доставка когда курьеру передает посылки курьеру же материально ответственный за эти посылки он всегда сам курьер предварительно звонит за день и договаривается с клиентом о времени доставки атаке о времени когда мне удобно принять посылку это в украине тут такого нет тут провезли ее если тебя дома нет оплачена не оплачена она мне вообще рассказывали в других городах прямо на лестничной площадке оставляют посылки просто кидают на лестнице и все вот это на почту схожу вам расскажу что они скажут очень хорошо очень хорошо очень вкусно гляну пути купили майонез, купили яиц и огурчики. Вчера свеклу отварила, утром ее быстренько остыла. Очень удобно с вечера отварить, утром она остывшая, быстро на терочке натереть и вуаля салат готов. Вкуснятина. Погодка сегодня немного пасмурная, но теплая. Сегодня думаю платье надеть. Поехали! Поехали! Напишите в комментариях, у вас были ли такие случаи с посылками и что вы делали. Вообще, находили свою посылку, если она пропадала. Я тут очень редко что-то заказываю с интернет-магазина, потому что с доставкой беда. Напоролась уже. Вкусно, полезно и сытно. Так что, всем хорошего воскресенья, всех с верхным воскресеньем, всем хорошего настроения. Пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.